Дорогие наши братья и сестры с юга и востока Украины. Есть несколько мифов о Майдане, которые я хотел бы развеять специально для вас. Первый миф, вот я по порядку пойду, это Майдан, это оппозиция. Это не так. Оппозиция совершила, я имею ввиду Юценюка Кличко из Тегнебока, совершила очень много политических ошибок. И Майдан отказал им в доверии. Эта информация есть в интернете, в СМИ, и вы можете легко убедиться, хотя бы с моих слов, или почитав соответствующую информацию в интернете, о том, что Майдан это низовая самоорганизация. Это очень много граждан, которые сами собрались и хотят построить нормальное будущее для всех в этой стране. Люди, которые озабочены общим благом, общим и для Львова, и для Донецка, и для Крыма, и Симферополя, и до Киева, и до Сумы. Речь идет об общем благе. Люди просто хотят нормально жить, понимаете? Поэтому оппозиция, рейтинги оппозиции сейчас находятся ниже нуля, никто их не слушает. Сейчас фаза, когда Майдан стремительно самоорганизовывается и выдвигает новых лидеров. Эти новые лидеры абсолютно меняемые люди с двумя-тремя высшими образованиями, говорящие на разных языках, в том числе на русском, которые хотят жить в мире со всеми соседями и ни в коем случае не хотят делить Украину, или кого-то там относить колючей проволокой, или поднимать Львов и Винницу вместо Донецка и Луганска. Это не так. Это миф номер один. Миф номер два. Майдан хочет в Украину Европу. Майдан хочет Украину в Европу. На Майдане работают социологические службы, которые периодически мониторят ситуацию. Рейтинг тех, кто хочет в Европу, на Майдане, количество людей, это три человека из ста. Говорят о евроинтеграции. Основная масса говорит о том, что... Большинство говорит о том, что Украина должна быть сильной самостоятельной державой, не вступать ни в таможенный союз, ни в Евросоюз, а жить сама своим умом. Есть часть людей, которые хотят в евроинтеграцию, но не так, не так быстро, через национальную дискуссию. То есть это дискутивный вопрос. И не думайте, что когда мы победим вместе с вами, вас поставят перед фактом. Не будет такого, что Львов или там западная Украина наказывает вам свои условия и ставит вас перед фактом. Нет, это будет национальная дискуссия, общенациональная, где вы будете занимать почетное место. Вы наши братья и сестры. Мы будем вас слушать сильнее и лучше, чем себя. Пункт номер три. Майдан – это бандеровцы. Значит, я недавно ходил по Майдану, пытался найти хотя бы одного бандеровца, не удалось. Нашел двух львован, и те оказались не бандеровцы, а живут на улице Русской во Львове. На его памятнике Ивана Федора. Вы поймите, основная часть Майдана, она не географически представлена, а скорее социальная. И здесь есть, обычно это люди креативных профессий, и средний класс, который вышел за себя, за своих детей, пожилые люди. Как правило, это люди, отучившиеся за границей, в том числе и в Москве. И есть все слои населения представлены. Майдан скорее надо делить не географически, а по слоям. Есть крестьянство, есть фермеры, есть рабочие и так далее. Большинство моих знакомых, с которыми я взаимодействую на Майдане, это люди с востока и юга Украины. Одесситы, Луганская область, Донецкая область, Полтава, Черкассы. Есть люди, которые западной Украины, но это не бандеровцы. Это публика, которая отучилась в хороших западных учебных заведениях, легко переходит на русский и думает о том, как построить здесь будущее. Понимаете? Не Европу, не бандеровщину, а будущее, в котором нам всем вместе с вами будет легко и приятно жить. Следующий миф. Люди стоят здесь за деньги. И второе, и под миф, люди стоят здесь за деньги Госдепа. Друзья мои, если бы здесь были хоть какие-нибудь деньги, я бы, наверное, отсюда не вылазил. Но, к сожалению, все деньги приходится вкладывать самому. Я не очень много зарабатываю, но как бы все мои деньги уже давно здесь. И все это, Майдан, это низовая самоорганизация. Дают оппозиционеры, ничего они не дают. Дают там какие-то неведомые буржуи, которые в заговоре сидят за кулисами, никто ничего не дает. Все приходится покупать, доставать, отдавать свое. Я отдал две свои куртки, отдал перчатки, шапку. Вот это вот самое обеспечение Майдана. Поэтому, если вы вдруг решите приехать на Майдан и принять участие, мы тоже вас из собственного кармана вам поможем здесь обосноваться. Не переживайте. Следующий мир. Майдан, это гражданская война. Друзья мои, Майдан, это то, чтобы не было гражданской войны. Смотрите, вот на улице Грушевского и вокруг Майдана убито семеро человек. Вы, честно говоря, не знаю, насколько вы точно представляете ситуацию, которая говорится здесь, но в Киеве каждый день до десятка смертей работают эскадроны смерти. Людей арестовывают, хватают на улице, не довозят до органов следствия и правосудия, вывозят в лес, пытают, убивают. Есть информация из моргов о том, что до сотни неизвестных трупов готовятся к кремации. И на самом деле здесь действительно идет война, здесь идет война против украинского народа. Это вещь, которую вам очень важно понять. Дело в том, что партия регионов и власть так или иначе стала заложниками этой ситуации. Здесь разыгрывается чужой сценарий. Я думаю, что это сценарий кремлевский. Но сейчас ситуация такова, что даже однозначно крем в этом обвинить нельзя, потому что, говорят, и в российской верхушке, знающие люди, произошел раскол, и на Украине конкурирует несколько сценариев. Наш президент довольно растерян. Это хорошо видно по его микродвижениям и мимике, по анализу его выступлений. Я думаю, что он понял сам, что он стал заложником в чужой игре, и в этой игре никто не думает о его безопасности, о безопасности его семьи. Именно поэтому он пошел на переговоры, именно поэтому он ищет, как ответственное лицо, способы выйти из ситуации. И мы все, от Донецка до Львова, заложники этого сценария. Задача Майдана – это сценарий остановить. Идет постоянный анализ ситуации, и мы собрались здесь для того, чтобы кровь не пролить. То есть, возможно, некоторые из вас слышали призывы к оружию. Действительно, призывы к оружию звучат. Вы поймите, в ситуации, когда каждый день убивают людей, людей находятся следами пыток, людей растворяют в кислоте, людей сжигают в моргах неопознанные трупы, невольно заговоришь об оружии. Но в каком контексте говорится об оружии? Об оружии говорится как о самообороне. Наш выстрел всегда второй. Более того, между собой люди, Анатолий Гриценко, министр обороны, те люди, которые откликнулись на этот призыв, говорят вот о чем, что мы ни в коем случае не будем стрелять на поражение. Только защищаться, только предупредительные выстрелы, только предупредительные выстрелы. И в случае прямой агрессии, прямого огня на поражение по нам или по мирным жителям, будут стрелять по ногам. Потому что, вы поймите, нам необходимо обороняться. Я думаю, любой из вас, если бы рядом с вами убивали вашу семью, или ваших соседей, или вас, невольно принимал бы меры, не оставался бы равнодушен к этому. Вот это вот. Поэтому Майдан, это не гражданская война. Майдан, это чтобы не было гражданской войны. Чтобы война не пришла ни к вам, ни в любой из других домов в нашей стране. Следующий миф. Стабильность. Стабильность, это стало расхожим таким словом. И вы думаете, что Майдан, это отсутствие стабильности. Майдан, это очень странное образование. Низовая самоорганизация поставила людей в такие условия, что они не могут расшатывать стул, на котором они сидят, и пилить сук, на котором они сидят. Мы, конечно, предпринимаем какие-то действия. В основном это действие, это проектирование будущей, новой, счастливой Украины, где всем нам будет место. Но даже те, кто сражаются на Грушевского, картинка обычно выглядит так. Идут молодые ребята противостоять. Для чего вообще существуют улицы Грушевского? Почему там идут бои? Грушевского существует для того, чтобы отодвинуть зону конфликта от Майдана. Потому что на Майдане очень много женщин, очень много детей, пожилых людей. Их подставлять под дубинки Беркута никто не хочет. Поэтому молодые ребята из правого сектора, и те, кто вызвался, это интеллигенция обычно, с высшим образованием, они отодвигают зону боевых действий подальше от периметра Майдана, чтобы не пострадали мирные люди. Они не атакуют. Они преимущественно отбиваются и удерживают атакующих на дистанции. Так вот, даже они, наступая, когда видят мусор, на моих глазах лежала скомканная из-под Макдональдса пакет мусора, они его подобрали, положили в урну и прошли дальше. Самое главное слово на Грушевского – это «выбачьте». Люди извиняются друг перед другом. Половина там действующих говорит на русском языке. Это Днепропетровский, это Харьков, ребята из Харькова. Что вам нужно понять? Никто там не занимается эскалацией. Это самооборона. Это оборона. Просто отодвинута линия нападающих спецподразделений, отодвинута от Майдана, чтобы не пострадали невинные люди. И еще один момент, который я вам хочу особенно подчеркнуть. Ситуация на Грушевского, наверное, которая больше всего вас беспокоит, это не нарушение стабильности. Это удержание стабильности в определенном русле, чтобы не было эскалации ситуации. Мы не атакуем, мы защищаемся. Никто не собирается здесь ничего эскалировать. Следующий миф – это безальтернативность происходящего. То есть я приходится слышать из Юга и Востока Украины следующие реплики. Вы там размышляете над событиями, и некоторые ваши мысли звучат так, что хорошо, если мы уберем Виктора Федоровича Януковича, и будет кто-то из опенсионеров, что поменяется? Так вот, Майдан тоже задается этим вопросом, и мы собрались здесь для того, чтобы поменять всю систему в целом. Систему, которая держит нас всех в черном теле, которая не считает нас за людей, которая платит нам эти нищенские пенсии, да и платит ли, которая заставляет вас там работать в шахтах, да, незаконно, рисковать своим жизнью, утратить человеческое достоинство. Когда-то мы все с вами воспитывались на фильме «Весна на заречной улице». Так вот, мы хотим снова, чтобы этот фильм и смысл вашей жизни, и тот, который помнят старики, ваши родители, может быть, вы, снова получил смысл. Это будут, мы, Майдан, строят проект «Новая Украина». Одно из важнейших решений – это проект новых технопарков, новая индустриализация Украины. Есть проект «Дакар». Это основательный проект о том, как покрыть всю страну сетью дорог. И когда Львов и Донецк будут связаны дорогой, удобной дорогой с инфраструктурой, по которой можно прокатиться за 8 часов с комфортом, начнется культурное взаимодействие Украины. Понимаете? Мы говорим об общем благе. Общая главная идея – это общее благо. Общее благо – это значит, когда всем хорошо. Вы же хотите ездить хорошим дорогам на хороших дешевых машинах? Вот за это стоит Майдан. За то, чтобы у вас были зарплаты, пенсии, чтобы не было гражданской войны, чтобы вы могли говорить на том языке, на котором вы хотите говорить. Никто вам не будет навязывать украинизацию. Это наш общий дом. Мы сообща будем принимать решение. Мы воспримем с хлебом с солью. Мы сами приедем к вам и будем вместе принимать решение, как жить. Вы будете жить так, как вы захотите. И вам никто не будет навязывать. Русский язык – значит русский язык. Другое дело, что мы будем принимать меры, чтобы ваши дети и вы знали украинский, любили его и говорили ему. Но навязывать украинский вам никто не будет. Именно за это стоит Майдан. И еще один миф – что будет после победы. После победы будет широкий национальный диалог, низовое самоуправление, возможно, какой-то особый правовой переходный период, когда мы все вместе будем совместно решать, что делать дальше. Еще один миф, который приходилось слышать от анти-майдана в частности, что мы бездельники тут. Что вы там работаете, а мы за ваш счет тут, значит, куролесь. Друзья мои, это не так. Все люди на Майдане работают. Более того, они днем работают, ночью дежурят, или ночью работают, днем дежурят, кто как может. И это не бездельники. Это люди, которые зарабатывают деньги, содержат малоимущих, нищих. На Майдане развернуты пункты взаимопомощи, где просто люди, которые, может быть, не разделяют политические убеждения Майдана, тем не менее могут получить обогрев, защиту и помощь. Мы думаем над помощью вам. Пожалуйста, связывайтесь с нами в Фейсбуке. Мы будем вам помогать, организовывать информационно, материально, так, как сможем. Пожалуйста, мы здесь для того, чтобы вы жили нормально, чтобы не случилась гуманитарная катастрофа, чтобы у нас с вами все было хорошо. Вы наши братья и сестры, мы вас любим. Мы думаем о ваших семьях, о детях. И мы заботимся о том, чтобы не было войны, чтобы Украина не раскололась, чтобы нам всем не пришлось пройти через эту горькую дорогу. Спасибо за внимание. Обращайтесь.